итак всем привет вы на канале в уран гараж 35 сегодня такая тема как заскакивание гусениц на звезд в такой проблеме может быть три причины это сами звезды некачественная то есть диаметр звезды ну шаг звезды не совпадают с гусеницей вторая причина это вытянута гусеница и третья причина это звезду вот здесь сжата очень сильно и и и получается распирать получается не тот шаг но мы сейчас это выясним снимем вот эти старые звезды и посмотрим после чего началась такая проблема были в прошлом позапрошлом сезоне были куплены новые тележки балансиров задние на их уже стояли звезды мы их с александром просто установили и у нас было все нормально ездив один сезон звезды немножко зубья подстёрлись мы решили поменять заменить перед сезоном звезд поменял звезды у нас началась такая проблема как гусеница заскакивать на звезду и получается так что когда медленно едешь буран идет рыбками сейчас разбираем и посмотрим в этом проблема звездах или не звездах чтобы снять щеку я пользуюсь съемником уже показывал этот съемник сделан из полосы металла толщиной 3 миллиметра согнута как труба то есть огибается щеку здесь балансира то есть две половинки стянутым болтками на 6 и приварены по две гаечки с каждой стороны и длинный болт все самая простая самая простая конструкция съемник больше ничего проще не придумать если вам лень делать такие съемники и охота к кувалдой или монтажкой ломать эти щеки то это ваше желание первоначально снимаем стопор стопор выняли под съемник сделано из ну как я уже показывал сделано из старого вот такой же тележки старом просто выпилен квадрат для того чтобы просто здесь не портить болтами съемник установлен держим щеку балансируем рукой и начинаем вращать постепенно по одной еще раз повторю что не надо ничего колотить материться как эти щеки снять монтажками что там стучать вот самый наипростейший съемник проще не поднимать есть и бюджет и распилить эти колеса ну звезды все все снято щека здесь подшипники чтобы спринцевать два подшипника свала можете купить себе вот такой съемник трехлапой а можно воспользоваться обычным съемником муховика и вот с такой пластиночка это пластинка то есть подсунется под низ и съемником когда все снимется можно как можно так как это тут уж ваше желание можете колотить можно колотить вечер можно два вечера а можно за 30 секунд снять съемник и ничего не колотить колесам она раскручиваем шурупиком ну все и буквально за 10 минут мы разобрали балансир для замены звезды как я предполагал а сверху видно что дальняя звезда зуб не совпадает вот видно снизу держу ровно как бы пальцами прижал звезды а сверху видно что дальняя звезда звук не совпадает и она будет чуть чуть больше миллиметра на 2 большего диаметра из-за чего такая разница звезда когда стягиваешь крышки то есть болтиками звезду стягиваешь то ее немножко сжимают и так как крышка сделана здесь в этом месте круглая закруглена она раздавливает звезду и получается так что если сильно звезду стянуть то звезда становится чуть большего диаметра чем надо и можно стянуть так еще что звезда получится овально из-за этого гусеницы набегает на звезды это в прошлом году я перетянул их поэтому сами испортил сами исправлять ставим нового звезды дальше стягиваем болтики снова шуруповерху на первой скорости и в конце ним просто от руки немного протягиваем дальше сейчас вымываем старые подшипники походить еще должны думаю что походят еще и покажем как в подшипники садить многие утверждают что зак ставить подвеску нужно закрытый подшипник посмотрите вот стоит пыльник закрытый он просвечивает насквозь виден так вот люди вот эти пыльники которые здесь стоят они защищают только от песка ну максимум даже от пыли не защищать но от песка от от большой фракции и нужны чтобы оттуда смазка не уваливалась а не то что они будут воду держать нет кто вам сказал можете ему в ебало смыть на свертухе блять хуйню люди несут просто есть и на форуме есть все везде такие много таких людей кто утверждает что там в подвеску именно на закрытый подшипник он держит воду какая тут вода тут я не знаю если воду линую так она сразу будет выскочит отсюда понимаете то есть маска там вылетает отсюда лезет с этих подшипников а подшипник так вообще нормальный она еще походится к смазочке едет такой задние щеки балансиров то есть ставится один открытый подшипник а второй открыт наполовину то есть оставляем одну манжетку оставляем ее только для того чтобы когда мы будем шприцовать просто смазка не не вылезла наружу этот пыльник как бы остановить ее там чтобы она задерживалась внутри подшипник и все больше по идее если был там сальничек да стоял бы балансиров то есть два подшипника и один сами то вообще мы можем поставить открытые подшипники а так как сальника нету мы оставляем одну манжетку чтобы просто смазка не ну оттуда не бывали смазки все собираем подвеску и ставим на снизу ход перед установкой на вал снимаю вот этот пыльничек и обратной стороной просто его закидываю сюда после берем два подшипника обязательно одеваем перчатки берем баллон греем подшипник максимум в течение 80 секунд этого достаточно будет если с учетом того что натяг на валу сделан нормальный если там конечно в 8 натяг что-то его даже туда молоком не заполотить то он на горячую не зайдет а и и и и Одель. Тут же греем. Теперь надо дать остыть подшипничком. Щеку тоже садим на горячую. Ее можно погреть немножко подольше. Подшипник. Нормально, вообще нормально нагрели. Легким нажатием руки. Ну и вынести на улицу. Сейчас зима. На улице быстро стынет. Ну вот, ребята, как мы и предополагали. Сейчас гусеницы уже на месте. Все поставлено. Отбалансирование натянули. И вот что получается. Что, Сань, запустишь? Хоть сейчас я сделаю. Эту, аварийку включи. Что-то видно было. Продолжение следует... все снегоход мы починили гусеницы оставили на место теперь заскакивание гусениц на звезду не происходит так как звезды заменили на новое и стянули их аккуратненько не перетягивая а старые звезды были перетянуты поэтому диаметр звезды увеличился из-за того что крышки сделаны чуть-чуть овально диаметр увеличиваться и уже получаться на большем диаметре шаг звезды не совпадая с шагом гусеницы это первая причина и думаю что основная причина у всех она такая у большинства еще есть вторая причина заскакивание гусениц это сами скобы на гусенице то есть скоба обжата гусеница и зажата но она на заводе зажиматься и зажата она практически железка к железке зажата ну там зазор бывает от одного до трех миллиметров это нормально это допустимо а бывает такое такая ситуация что скобы разжимаются то есть зазор в скобе становится от 5 миллиметров там и бывают вообще звезды эти скобы теряются просто-напросто вот из-за этих скоб тоже может быть заскакивание гусеницы на звезду и третья причина может быть то что в процессе эксплуатации звезда лопнула то есть где-то в одном месте лопнула и она разошлась то есть надо внимательно посмотреть если у вас такая причина есть да что заскакивает гусеница внимательно посмотреть на звезды и нету ли там трещин что такое тоже может быть но на этом все подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх кому понравилось это видео пишите свой комментарий под видео возможно у вас такого было возможно у вас была другая причина все всем пока до новых встреч